всем привет с вами amri и мы продолжаем прохождение игры the planet crafter приятного просмотра в прошлой серии мы достигли этапа озера посадили генераторы водорослей второго уровня сейчас у нас травушка распространилась массово там куча водорослей можно срывать и отправлять их биолабораторию что-нибудь крафтить и развивать тому же мы увеличили выработку электроэнергии с помощью ядерных реакторов первого уровня а также полностью переделали нашу систему хранения и производства теперь у нас куча шкафчиков больших комнатах и можно больше не париться о том что что-то не влезет в этой серии я планирую наладить уже систему снабжения то есть наши меня ванпосты которые стоят везде надо их улучшить сделать побольше чтобы я не парился когда перелетая на дальнее расстояние вдруг у меня кислород закончится так что возле каждой пещеры возле биомов будем строить дополнительные отсеки жилые ставить туда ящики для хранения и возможно парочку наших экстракторов я перенесу на алюминий и иридий а также я хочу ускорить наше терраформирование нужно создать больше биокуполов буров и так далее побыстрее терраформировать планетку надо ускорять темпы своего развития по эта травушка что ли появляется или мне кажется не нет зеленый оттенок то это было ну-ка ну какой у нас там этап терраформирования 18 процентов на стадии мха то есть постепенно он созревает и у нас будет рабушка следовательно нужно ускорять этот процесс у нас есть 400 киловатт свободной энергии мы можем конечно перестроить наши ядерные реакторы до 2 уровня но я пока в этом смысла не вижу и кстати говоря я совсем забыл о том что мы можем послать gps спутник второго уровня может там изучали чертеж ну-ка 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 да gps спутник второго уровня обеспечивает лучшую гео локацию на экране картографии 2 микро чипа ракетный двигатель и 3 супер сплава давайте сделаем почему бы нет сразу запустим троим gps спутник второго уровня ну-ка такой же да он ну так же выглядит вроде бы и отправляем его в космос ну-ка давайте на ракетке полетим о ну-ка 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 нет я не хочу падать нет 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 я хочу с тобой нет возьми меня до боли и улетел козлина ну-ка давайте глянем то изменилось площадь стала побольше да и все но похоже да получается вот это и есть вся карта полностью здесь мы были нашли здесь пещерку вот здесь тоже были все по исследовали там оказывается почти везде побывали а будет потом как-нибудь побегать детально каждую локацию смотреть и поискать что-нибудь интересненькое давайте сделаем дополнительные комнаты возле биолаборатории отсюда добавим скорее всего большую комнату да и будем там выращивать растения чтобы потом сажать есть и развиваться вот так его присобачили вот эту комнату нужно будет переделывать делать ее плоской и я не поставил фундамент да сначала фундамент сделаем чтобы было более-менее нормально шпонька присобачиваем ну-ка 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 вон большое помещение сейчас отсюда все уберем нашу еду там будем выращивать доделая наше помещение по выращиванию растений поставил вот столько производителей продуктов питания все осветил фонарики поставил везде эти дурацкие но посвящение было мощное давайте даже убавил как-то слишком ярко мне кажется него прям вообще ужас как ярко здесь у нас растут кабачки потом фасолька и грибочки в дальнейшем будем потихоньку увеличивать наши заселы собирать новые семена и расширять наше производство но на данный момент дома пока такого хватит вполне добавил два ящичка и 100 отдельно под это помещение где будут храниться семена и урожай если что в дальнейшем новые ящички здесь поставил чтобы дополнить как яркости меняется в этой комнате в этой фоне чпуньк да зря столько ламп воткнул слишком мощно светят эти частичных поубираем прям освещение глаза разрезает неимоверно вот так немножко полегче будет получили новый чертеж ракета с биомассой я взглянем что вообще дает это типа как падение урана только биомассы ну-ка интересненько ракета с биомассой увеличивает распространением х дает глобальный бонус генерации за счет распространения бактерий из космоса ну пока что не совсем понятно как она будет работать ну то есть понятно но нужна кора дерево опять сразу же зеленеет потихоньку офигеть как быстро это происходит пока что нам ракета не нужно у нас другие дела сейчас наша первостепенная задача это наладить логистику то есть создать больше жилых отсеков с ящичками по всему периметру да вот этим мы и займемся нам необходимо это оптимизировать этот жилой отсек уничтожаем поставили жилой отсек прямо рядышком с буровой установкой здесь будут добывать материалы и сразу сюда будем все скидывать водичку тоже нужно оставить ящички здесь уже кучу алюминия накопали неплохо хорошо себя бур ведет давайте дальше отправляемся второй жилой отсек мы поставили в ритевой пещере где мы находили 8 дальше есть проходик другую локацию которую мы еще не следовали сделаю это как-нибудь потом следующие разы нам сейчас главное наладить логистику другой отсек я сделал на противоположной стороне озера он там находится наша база он там первый кораблик в этом озере мы провели свою высадку чтобы здесь стоит отсек чтобы подышать на всякий случай и потом как-нибудь и раскидаем воду по всем нашим аванпостом чтобы было на всякий случай а то мало ли что случится постоянно откисать мне немножко надоело вон пробрались на край карты там где у нас первый кораблик был и можем смотреть где что находится вон там мы находили пещерку прям все виднеется за текстурками пока дальше мы пролететь сможем либо погонет и мы провалимся в текстуры хотя бы вышли нет твою мать твою мать твою мать твою мать я провалился в текстуры боем это это обидно если не смогу вылезти а и вылез пол так я могу обследовать корабль прям более детально узнать все потаенные места во многих местах где мы раньше ставили жилые отсеки я поставил дополнительные между ними немножко поднял сделала их более видимыми закинул ту а воду и от этого большого корабля который возле лабиринта находится я нашел вот такую пещерку не совсем понятно что здесь находится я смотрю здесь валяются супер сплавы и возможно здесь даже их можно добывать ящичек не особо полезные вещички оказались ну ладно возьмем на всякий случай надо будет как-нибудь здесь попробовать поставить экстракт руды может быть все таки будем добывать сплавы хотя я уже в этом сильно сомневаюсь и тут какие-то непонятные двери либо что это такое ну похоже на дверь очень сильно напоминает дверь возможно какая-то древняя цивилизация была которую поглотили пески у меня качается кислород так 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 давайте поставим жилой отсек возле этой пещерки и я заблудился похоже да да я заблудился так что желаю отсек ай титаны нет титаны нет твою мать ё-моё что ты заговорился заблудился и откисну сейчас твою же мать а что-то я как-то за всем об этом позабыл нашли выход титан 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 ай все не успею благо я очнулся рядышком изначальной зоной вот здесь хорошо что я поставил аванпост посерединке между двумя важными объектами как и сейчас поставим возле пещерки то больше такого не повторилось здесь стать есть проходит туда он скорее всего ведет зону где сера где где кислотный воздух вот вот эта пещерка давайте здесь поставим жилой отсек сразу же на фундамент о сундучок всякая фигня понятненько а это мой сундук когда я умер точно 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 такая фигня ну еще было бы да ой ну ладно пусть этого входе к тогда и у нас потихоньку заканчивается здоровье еда да капец оказывается планета еще больше чем мне даже казалось о какой-то спутник открыть обломки здесь интересного то ничего нету осми только я думал хотя бы чип какой-нибудь а нет нету такие что здесь у нас за огромное пространство ох капец офигеть сколько там еще исследовать то надо и в потекла врате ну да похоже я поспешил то что карта маленькая она еще больше ладно давайте уже возвращаться главное это место мы обследовали ну да эта дорожка ведет в кислотный биом и здесь должно быть два выхода в пещерку он тот и где-то там да а до маяки вообще расставлять и делать подписи точно чуть туплю то иридевая пещерка хотя мы экстрактор здесь ставили нет я уже даже забыл где он делали экстракторы вот те раз вот здесь у нас первый кораблик ох как красиво то зелень у нас процветает ладно хватит страдать фигней давайте займемся более насущными делами то нибудь скрафтим сделаем что-то интересненькое а не будем просто тупо улучшать логистику вот огромный урожай уже созрел давайте собирать и высаживать новенький давайте дополнительных 20 вот здесь создадим чтобы поверхность смотрелось это более равномерно а то мне сейчас не нравится как она выглядит и как-то непонятненько в расширили помещение более равномерно смотрится но нет здесь больше здесь меньше ну ладно хватит не упороться в масштабы оставим так как есть логистику мы наладили производством и наладили теперь нужно заниматься другими делами а именно создадим биокупол второго уровня для деревьев два одобрения два образца бактерий суперсплавы и сера когда создали вот такой биокупол второго уровня ну как как он изнутри будет убить может верку просто сделать вот сделали такую лесенку и вот такие у нас деревья тут растут к беку полтора уровня что кора дерево что 100 класть надо удобрение может какие-нибудь ну пока не знаю что мне с этим делать возможно там семена будет появляться глянем посмотрим что из этого вообще получится в будущем возможно там будет появляться кора дерево который понадобится для отправки ракеты биокупол мы построили следующая наша задача сделать сборщик озерной воды а то мне водички потихоньку уже не хватает так что давайте сделаем вот это собирает и фильтрует воду с водных поверхностей 3 самородка биопластика магний алюминий и суперсплав одна самородка биопластика необходимы грибы и кремний с водой стать я тут заметил экстракта руды второго уровня да у нас будет 364 миллиона эта атмосфера ли что это не знаю давление высокая это капец как далеко еще но здесь написано то что добывает более редкие руды и земли следует нам и по любому сможем добывать осмей и скорее всего суперсплавы и строим сборщик озерной воды вот здесь сделаем потребляет 19 киловатт секунду но вырабатывает кучу воды а водички мне сейчас очень не хватает она уже идет на многие вещи а наш сборщик из атмосферы явно не справляется и давайте попробуем заменить обычные ядерные реакторы на 2 уровня на реакторе 2 уровня у нас конечно электричество вполне хватает но раз можем себе такое позволить тем более требуется всего лишь взрывчатый порошок давайте сделаем попробуем что из этого выйдет разбираем парочку старых и делаем новый о вон прям в два раза больше пункт оха нифига себе огроменный вырабатывает 330 киловатт секунду ох сейчас будем все заменять я переделал все наши реакторы у вас получилось шесть таких ядерных реакторов второго уровня огроменных это не столько места занимают и столько вырабатывают сейчас взглянем сколько у нас переизбыток энергии 871 киловатт в час переизбыток капец почти 2000 киловатт вырабатываем офигеть вот это я конечно упоролся зачем мне это дело не знаю но раздел так сделал ядерные реакторы заменили теперь давайте бур и заменим их назад сюда перетащил на задний дворик сейчас разберем и будем делать четвертого уровня капец это огромные треноги такие офигеть ужас и в пати киловрате это чё за байда такая офигенная жесть вот это у нас фигарит как там вырабатывать 25 тепла и 459 давление пожирает 45 киловатт в секунду вот это жесть ну-ка давайте точки 4 таких поставим в четыре огромных треноги стоит и долбит мне землю капец на сейчас прогресс пойдет в разы быстрее вот это жесть нам сильно не хватает освещения вот что я думаю так что давайте займемся наружными лампами прямо офигенную кучу их полостая чтобы каждый день был освещен потом мне как-то задолбало в темноте жить сейчас появилась атмосфера все улучшается но становится все темнее темнее а мне это не нравится изучили чертеж распространители семян но нам пока не до этого у нас тут задачка по освещению территории вот так вот я упоролся везде поставил освещение лампы теперь на каждом шагу стоят прям по всему периметру надеюсь хотя бы это мне поможет ночью чтобы не было тьмы надо все осветить также я убрал опреснитель и разбрызгиватель травы давайте поменяем их на более прокаченные у нас открытые разбрызгиватели семян 2 уровня закидываем туда два удобрения два суперсплава и бутылки с водой давайте посадим цветочки вот здесь возле нашего центрального входа с двух сторон поник и чпоник и еще ресурсов на два разбрызгивателя есть так что давайте по всему периметру будем их распространять конечно мы прям мощно упоролись терраформированием но что поделать экономику наладили добычу ресурсов наладили построили ядерные реакторы 2 уровня энергии у нас сейчас завались можно ее тратить куда захотим но буры меня вообще поражают вот этот блин что за фигня такая огромная жесть такой не ожидал так и что нам осталось еще улучшить такого чего мы не делали в принципе вроде был мы все уже даже скрафтили помогли можно еще повышать температуру с помощью нагревателя но стоит ли мне это делать ведь скоро будет открыт нагреватель четвертого уровня сейчас кислородик по вырабатывается и тогда мы будем строить эти нагреватели и у нас даже осталось 600 киловатт свободной энергии вот это да вот это мы конечно упоролись по жесткому кстати давайте посмотрим что у нас тут с деревьями произошло о кора дерево появилась ну-ка-ну-ка а если мы в горшок и и посадим то у нас вырастет дерево я взглянем сможем ли мы еще такое сделать нет не можем к сожалению но да ладно ох ты нифига тут поляна такая расцвела в капец от травы по наросло все зеленеет ох красотень то какая настает прогресс ракета с биомассой удобрения 7 лирмы и кора дерева давайте одну ракету все-таки пошлем почему бы нет можем все такое позволить и создаем ракету с биомассой немножко конечно отличается вот прям целое растение тут поместили прикольненько пошли давайте запускать давай 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 вместе со мной полетели но опять меня бросила ой чуть кости не переломал все позеленело то то ли от того что если кости слова то ли от того чтобы ракету пустили а вот она скорее всего споры выпускает да и увеличивает прогресс терраформирования зелененькая сразу стала забавненько ну-ка 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 сейчас глянем как-то у нас процесс терраформирования прошел уже 57 процентов мха и биомасса моментально стала увеличиваться и давайте испробуем все-таки надпись что это вообще такое как она работает чисто вот так подписываем и все ну-ка 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 а на карте никак не отображается эй на карте никак не отображается блин только маяки мы сможем видеть издалека ну ладушки ладушки потом на всех экстракторах руды поставим айки вы знаете что находится который уже позабыл куда их ставил а так мы всегда будем знать куда идти сейчас во все зеленое ядерные реакторы зеленая травка зеленая водоросли зеленая биокуполы везде у нас зелень это не сияют так ярко ядерные реакторы прям ужас какой-то охватывает и вроде бы мой план с освещением всей территории более или менее сработал по всему периметру стоят лампы так что теперь мы точно не заблудимся давайте маяк сразу поставим на экстрактор руды с алюминием пусть будет желтым подсвечиваться вот такую базу мы спят грохали переделали ядерные реакторы буры разбрызгиватели семян 1 цветочки тут будут расти сделали биокупол специально для дерева отправили ракету с семенами в космос теперь у нас все потихоньку цветет даже ядерные реакторы цветут все становится зеленым и ближайшее время я думаю мы уже перейдем к следующему этапу и реформирование основные задачи на сегодня мы выполнили все правы глядели запас электроэнергии у нас есть на годы вперед если что добавим ядерных реакторов и в следующей серии нужно обязательно на каждый экстрактор поставить вот такую меточку маячок а то это как-то забыл куда их вообще стал эти экстракторы дурацкие и что в следующей серии мы обязательно увеличим их количество и пометим чтобы не забыть наша база потихоньку все время увеличивается увеличивается еды мы производим больше водоросли больше водички всего-всего наши аппетиты все возрастают и не хотят успокаиваться давайте пока на этом остановимся закончим данную серию вот на такой прикольненькой базе поскорее бы у нас появились животные да вот это самое главное я жду когда у вас появятся животные проблемы с экономикой решили сейчас будем упорываться в терраформирование но это уже в следующей серии а на этом все всем спасибо за просмотр с вами была ври до скорых встреч а